Всем привет! Если вы привыкли глубоко вникать в происходящее, то этот выпуск для вас. На нем мы разберем те вопросы, которые рано или поздно обязательно возникнут при разработке, и ответы на которые требуют глубокого понимания, как именно работает Node.js. Например, здесь для чтения файла использован асинхронный вызов fs-read-файл, но любые ли операции можно сделать асинхронными? Насколько действительно опасны синхронные вызовы, и что делать, если все-таки какая-то синхронная операция есть, и избежать ее никак нельзя, как снизить ее вредный эффект? Что происходит с теми запросами, которые приходят, пока интерпретатор занят? Например, если здесь есть синхронное чтение файла, и пришло 10 клиентов, получают ли они отказ в обслуживании, или выстраивается очередь из них, или что-то еще? Ответы на эти и на многие другие вопросы мы получим во время этого выпуска скринкаста. Для того, чтобы глубже понимать происходящее, познакомимся с библиотекой LibUV. К этой библиотеке не надо обращаться каким-то явным образом. Она написана на языке C и встроена в сервер Node.js. Библиотека LibUV отвечает за две принципиально важные вещи. Первая – это кроссплатформенные операции ввода-вывода, работа с файлами, работа с сетью. Мы через JavaScript даем команду Node.js – просчитай такой-то файл, или отправь такие-то данные по сети. А Node.js, чтобы это сделать уже внутри себя, использует библиотеку LibUV. Таким образом, LibUV отвечает за кроссплатформенную реализацию этих функций. Именно она уже знает, как работать с Windows, как работать с Linux и так далее. Вторая область ответственности LibUV – это поддержка основного событийного цикла Node.js. Оказывается, когда мы запускаем какой-то скрипт, то он запускается в режиме цикла. Этот цикл чередует выполнение JavaScript, который обеспечивается виртуальной машиной V8, с ожиданием различных событий ввода-вывода, срабатыванием таймеров, за которые также отвечает библиотека LibUV. И этот цикл будет продолжаться до тех пор, пока возможно появление каких-то новых событий ввода-вывода или таймеров, которые нужно будет обработать. Для примера разберем, что происходит при запуске вот такого сервера. Вначале срабатывает JavaScript. Он подключает вот этот модуль, вот этот, создает объект, вешает обработчик. То, что внутри этой функции, пока не важно, это обработчик, он еще не сработал, поэтому я закрою. И, наконец, последняя строчка – это вызов команды Listen. Команда Listen – это уже команда работы с сетевыми соединениями. JavaScript-овая команда server.listen, попадая в Node.js, проходит через его C++ код, превращается в вызов внутреннего метода TCP.wrap.listen. Этот внутренний метод уже вызывает библиотеку LibUV, а именно ее метод UVListen, который как раз осуществляет всю работу. То есть он, в зависимости от операционной системы, вешает обработчик соединений на данный порт. В данном случае у меня здесь macOS, для macOS, для unix систем используется системный вызов Listen. Таким образом, LibUV назначила обработчик теперь на соединение на этот порт. Этот обработчик, или в терминах LibUV он называется Watcher, является внутренним, то есть мы к нему доступа не имеем. Это именно LibUV его поставило, и когда что-то произойдет, например, когда придет новое соединение, то Watcher сработает, он вызовет соответствующие методы LibUV, Node.js, и, скорее всего, в конечном счете, даст нам какое-то событие, например, событие Connection. Но это все будет потом. А пока что Listen просто повесила обработчик, результат этого действия поднимается вверх по цепочке. Если все хорошо, то это приводит к событию Listening в JavaScript. Если обработчик повесить не удалось, то Error. На этой радостной ноте выполнение JavaScript завершается. И LibUV проверяет, есть ли какие-то Watcher, которые могут сработать, то есть есть ли какие-то внутренние обработчики. Если их нет, то завершается весь процесс Node.js, завершается весь событийный цикл. Но в данном случае один такой Watcher, а именно обработчик на порту 3000, был поставлен. Именно поэтому процесс Node.js не завершится, а временно заснет. И будет спать до появления какой-то причины ему проснуться, например, до появления новых событий ввода-вывода. И рано или поздно такое событие, скорее всего, произойдет. Появится сигнал из операционной системы, что кто-то присоединился к порту 3000. Внутренний Watcher LibUV вызовет соответствующий callback. Этот callback передаст сигнал в библиотеке LibUV, потом он перейдет в Node.js. Оберткой Node.js тут же сгенерирует событие Connection и примется разбирать то, что нам присылают. Далее, если в процессе анализа данных установлено, что это HTTP-запрос, то будет сгенерировано событие Request. И, наконец-то, сработает вот этот вот обработчик. И если получилось так, что URL вот такой, то опять же при помощи LibUV инициируется считывание вот этого файла. Мы отправляем команду в LibUV, пока что я здесь сверну, потому что этот обработчик запустится в будущем, а на текущий момент JavaScript заканчивает работу. Все. Request события обработано. Так как JavaScript закончил выполнение и есть внутренние обработчики LibUV, то процесс не прерывается, а снова переходит в состояние спячки. Из этой спячки его могут вывести события. Какие? Ну, первое, это новый запрос. А второе, это завершено чтение файла. Или какая-то ошибка возникла, это нам не так важно сейчас. Когда что-то из этого произойдет, то будет вызван соответствующий JavaScript callback. Получается, что наш код на языке JavaScript выступает в роли эдакого главного рулевого. Он говорит LibUV, инициируй какой-то процесс, например, чтение файла, или получай соединение на таком-то порту. LibUV умеет это правильно передать операционной системе. И дальше уже операционная система занимает всяческими делами, а LibUV ждет, пока та ответит. Когда операционная система ответит, то LibUV опять же вызывает наш JavaScript код, который разруливает ситуацию, возможно инициирует какие-то новые процессы ввода-вывода. И дальше опять процесс переходит в состояние спячки. И так по циклу. Казалось бы, все более-менее ясно. На самом деле есть еще некоторые нюансы. Например, представим себе, что первое событие, которое здесь произошло, это мы получили новый запрос. И вот управление переходит в JavaScript. И вдруг во время выполнения JavaScript происходит завершение чтения файла. Срабатывают внутренние обработчики LibUV, но JavaScript занят. Поэтому внутреннее событие LibUV встало в очередь. И получается так, что пока JavaScript занят каким-то делом, внутри LibUV может возникнуть целая очередь событий, которые ожидают обработки. Когда JavaScript закончит работу, он посмотрит в эту очередь, возьмет первое событие из нее, обработает. Потом опять посмотрит в очередь, опять возьмет, обработает. И так далее. То есть обработка внутренних событий LibUV будет осуществляться последовательно. Например, если мы обрабатываем запрос для Пети, а в это время завершилось чтение файла для Маши, Даши и Паши, то есть возникло три новых внутренних события, то они встали здесь вот в очередь. И будут обработаны последовательно, по мере освобождения интерпретатора JavaScript. При этом, несмотря на то, что очередь событий одна, путаницу никогда не возникнет. Потому что, когда запускается соответствующий callback, то информацию о том, что это за запрос, он получает из замыкания JavaScript. То есть, если запустился callback для Паши, то тут будет рек для Паши. Для Маши callback запустился, это уже другая функция, другое замыкание. Соответственно, будет продолжаться обработка и будет ответ прислан Маше. То есть, все хорошо. С другой стороны, получается так, что для того, чтобы работа сервера была наиболее эффективной, JavaScript должен выполняться очень быстро, то есть, чтобы никакие новые события не накапливались, не ждали. Ну а что будет, если JavaScript почему-то затормозил? На примере есть какая-то тяжелая вычислительная задача. И Node.js занят, события накапливаются. Такая ситуация называется Event Loop Starvation, или по-русски голодание событийного цикла. При этом обработка всех клиентов, которые от них зависят, притормозится, что, конечно же, не очень-то хорошо. Для того, чтобы обойти эту проблему, тяжелые вычисления обычно выделяют, либо в отдельный процесс, либо в отдельный поток, либо запускают сам сервер Node.js в режиме множества процессов, например, это можно делать, используя встроенный модуль-кластер, но и не только. Еще один вариант, это разбить тяжелую вычислительную задачу на части, то есть, например, часть ответа можно сгенерировать вот в этой вот функции, потом через SetTimeout 10 миллисекунд отложить генерацию следующей части ответа, и так далее, и так далее. Соответственно, при этом получится, что с одной стороны, работа выполняется в сумме такая же, но вот выполнение JavaScript разрывается, и в промежутке между этими вычислениями сервер может делать что-то еще, обрабатывая других клиентов. Так или иначе, все эти решения добавляют сложности, поэтому Node.js используется в первую очередь там, где тяжелых вычислений не нужно, а где требуется в первую очередь обмен данными. Практика показывает, что это большая часть задач, связанных с веб-разработкой. Итак, подведем итоги. Сердцем Node.js является библиотека LibUV. В этом и сила, и слабость сервера Node.js. С одной стороны, LibUV позволяет делать много операций ввода-вывода одновременно, то есть наш JavaScript код может инициировать операцию и дальше заниматься другими делами. Таким образом, множество операций ввода-вывода могут обрабатываться одновременно операционной системой, а JavaScript будет пересылать данные от одного клиента к другому, от базы данных к клиенту и так далее. Просто эффективно. С другой стороны, это все требует асинхронной разработки, то есть не readFileSync, а readFile, например. Принятая в Node.js система кулбеков, с одной стороны, достаточно проста, с другой стороны, она все равно сложнее, чем просто последовательные команды синхронной разработки. Кроме того, так как JavaScript процесс должен обрабатывать кучу событий, то желательно, чтобы он не ждал, чтобы он все делал быстро-быстро-быстро, чтобы очередь событий не накапливалась. Эту особенность работы Node.js стоит иметь в виду с самого начала разработки веб-приложения. Потому что, казалось бы, ну какие у нас сложные вычислительные операции, что у нас там заблокирует JavaScript? А, например, парсинг большого JSON, или, например, подсчет MD5 суммы большого файла закачанного. Еще раз обращаю ваше внимание, эти задачи влияют на производительность сервера еще до того, как JavaScript, которых выполняет CS, 100% процессора. То есть Node.js может кушать 20%, но работать недостаточно эффективно, просто из-за того, что пока JavaScript занят, другие задачи, даже те, кому нужны другие ресурсы, скажем, базы данных, не могут продолжить выполнение. Для того, чтобы как-то защититься от этого, обычно запускают Node.js приложение в режиме множества процессов. Как это сделать, мы, если получится, разберем в одном из следующих выпусков скринкаста.